Девушки отдыхают За 5 лет строительного опыта я никогда не сталкивался с такими испытаниями, как в этот раз со своей командой. Неважно, ресторан это, молодежный центр или заброшенный спортивный зал. Мы переделывали здания за 4-5 дней, чтобы они смогли вернуться к делам и снова зарабатывать деньги. Теперь я навещаю новых друзей, владельцев тех небольших фирм, которым мы помогли, чтобы посмотреть, как у них дела. Я Чарли Фроттини, ветеран, проработавший на стройках 25 лет и видавший крупнейшие строительные проекты Нью-Йорка. Когда заходит речь о спасительной стройке, чтобы спасти миллионы долларов и наверстать месяцы упущенной работы, никто не справится с этим лучше меня и моей команды. Сейчас мы, опираясь на свой опыт, помогаем владельцам небольших фирм, которые находятся на грани разорения из-за плохих подрядчиков. Мы начнем со сноса и всего за 4 дня превратим кошмар в мечту. Это небольшая парикмахерская, одно из тех мест, где чувствуешь себя как дома. Люди собираются здесь, чтобы пообщаться, узнать, как дела, и в то же время постричься. Владелец этой парикмахерской Фред и его семья играют важную роль в жизни общества Нью-Джерси уже более 30 лет. Он всегда был помощником. Несмотря на усердную работу, эта семья может потерять все. Я потерял клиентов, сотрудников, потерял прибыль. Если парикмахерская закроется, это разобьет мне сердце. Трудно держаться на плаву, когда у тебя ничего нет. Но мы этого не допустим. Привет! Снимай потолок сзади. Вот так. Это самое лучшее, что когда-либо с нами случалось. Ребята, идите домой и не возвращайтесь. Нам не терпится увидеть то, что будет делать Чарли. Мы почти закончились демонстрацией, и все прошло по плану. Старая отопительная система этого здания станет нашим первым испытанием. Что за чертовщина? Тут течет вода, а у нас проблема. Там была горячая вода из котельной, которая подавалась в батареи топления. Откуда идет эта штука? Поэтому у нас протечки. Нужно подставить туда хороший насос, чтобы перекрыть воду. Это больше не повторится. Интерьер нуждается в полной переделке, и мы с ребятами работаем сверхурочно, чтобы все успеть. Хочешь снести? Снесем стену. Тут будет симпатичный деревянный фасад, такой, какого не увидишь в этом районе. На третий день началось обычное непонимание друг друга. Мне пришлось напомнить всем, кто здесь главный. Кто выбрал эту стену? Дизайнер. Мне нет дела до того, что говорят архитекторы и дизайнеры. Кто тут принимает решение? Ты. Тогда почему мы ставим эту стену? Мы ее не ставим. Не ставим. Если хочешь что-то поставить, жди меня. Без меня ничего не решайте. Чарли сейчас в бешенстве, и все разбегаются в разные стороны. Он пытается согнать всех обратно. Тебе не нравится моя идея? Мне нет дела до твоих идей, потому что завтра я должен закончить. Но к пятому дню мы решили все проблемы и сделали финальный рывок для Фреда, его семьи и общества Нью-Джерси, в котором они живут. Все выглядит отлично. Продолжайте, заканчивайте работу. Давай, дружище, заходи. Это твое здание. Посмотри. Боже. Не могу поверить. Это потрясающе. Боже, я никогда такого не видела. Погляди. Черт. И стулья, и зеркала. У нас телевизоры. Раньше для меня ничего не делали. Вам нравится? Очень. Очень слабо сказано, Чарли. Ты помог многим людям. На многих повлиял. Думаешь, тут все будет по-прежнему? Даже лучше. Чарли особенный человек. Он не очень дорог, и мне кажется, что я знаю его всю жизнь. Ты хороший человек, я никогда тебя не забуду. Пришло время навестить Фреда и его семью и посмотреть, как у них идут дела после ремонта. Привет. Привет. Как дела? Чарли. Как дела, Фред? Рад тебя видеть. Чарли. Тут вся семья. Вы как одна семья. Я могу сделать стрижку? Можешь. Я так рад видеть Чарли. Это так приятно. Ну, Фред. Как вас постричь, сэр? Как хочешь. Сними по бокам. Пригладь сверху, тебе виднее. Чтобы я выглядел как пехотинец. Ребята, расскажите, что тут происходило после моего ухода. Произошло многое. Мы много работаем. Стараемся обслужить всех клиентов. Гвен, как дела в женском зале? Я рада, что люди вернулись, и им здесь нравится. Сюда часто приходят, чтобы посмотреть на ремонт? Приходят туристы, просто люди. Они хотят увидеть все. И они приводят друзей, родственников, кузенов. Все рекомендуют нас другим. У нас много новых лиц. Они просто приходят пообщаться? Да. Чарли, ты выглядишь как совсем другой человек. Знаю, мне нравится. Я помолодел лет на 10. Ты выглядишь на 25. Если бы. То, что Чарли пришел стричься к моему отцу, особый случай. Это хорошо. Шучу. Попался. Попался. Ладно. Я хочу посмотреть остальное. Пошли. Тут много людей. Да. Теперь дела идут лучше, чем раньше. Да. Да. Это очень большие перемены. Погляди вокруг. Да. Это огромные перемены. И после. У вас двое стилистов и четыре кресла. Да. Вы планируете занятия свободные? Да. Многие хотят устроиться к нам на работу. После ухода Чарли и его команда у нас настоящий наплыв клиентов. Оборот поднялся на 30%. И это при том, что два кресла еще пустуют. Когда я пришел сюда впервые, тут никого не было. Да. Никого. Парикмахерская была мертва. А теперь к вам обращаются стилисты, которые хотят у вас работать. Да. У них отлично идут дела. Потому что раньше они даже не мечтали, что у них будут стилисты. Теперь они могут выбирать лучших. Приходят новые клиенты. Это очень важно для местного общества и для отца, потому что с его плеч упал большой груз. Фред расслабился. Теперь он спокойнее, чем когда бы то ни было. Ребята, спасибо за стрижку, за бритье. Мы еще увидимся. Я снова придустричься. Берегите свой бизнес. Моя семья счастлива, а я работаю спокойно. Пока, ребята. Мы рады Чарли в любой день, в любое время, даже посреди ночи. Всегда. Чарли, как дела? Привет, Домини. Рад, что вам понравилась школа. Пока, ребята. В прошлом году я со своей командой помогал владельцам маленьких фирм, находившихся на грани банкротства из-за разваливающихся помещений и плохого менеджмента. Всего за четыре дня мы полностью переделывали здания, чтобы дать владельцам фирм шанс выкарабкаться. Теперь мы встречаемся с ними, чтобы посмотреть, как изменилась их жизнь. Я еду в Джерси к Доминику Энфузо и его семье. Доминик приехал со своей семьей в Истраттерфорд, чтобы открыть итальянский ресторан. Но шарлатаны-строители после трех лет неудачных работ оставили его с долгом в полмиллиона долларов. Потеряв почти полмиллиона долларов, наше дело оказалось на столе с рулеткой, и мы поставили на него все. Большая часть вины лежит на строителях, но Доминик отчасти тоже виноват в том, что случилось с бизнесом его мечты. Он из тех людей, кто хочет всего сразу. Он не мог решить, каким он хочет видеть свой ресторан. Что это? Мы хотели сделать слева мясной магазин Сатрио, а справа Бакалею. Но потом решили сделать винный магазин. Ты сказал «мясной магазин», «бакалея» и «винный магазин». Ты противоречишь сам себе. Может, еще и парк для скейтбордистов? За дело взялся я, и мы стали все делать, по-моему. Вот так! Вот так! Ломайте стену! Начинаем с нуля! Этот монстр предоставил нам больше проблем, чем мы ожидали. У нас проблемы с подвальным этажом. Там все сгнило, вплоть до водопроводных труб. Смотри, плитка! Ненавижу! Что думаешь, все может замерзнуть? Сейчас зима. Я об этом не думал. Если эта штука замерзнет, у нас будет большая проблема. Эта штукатурка, замерзнув, она отваливается. Если она отвалится, пропадет вся работа. К счастью, Бимон нашел выход при помощи заводских обогревателей, которые подняли температуру вокруг здания, позволив нам хорошо ее отштукатурить. Погоди. Каждый раз, когда мы решали одну проблему, появлялась другая. Словно мы делали что-то не то. Верно, так нельзя. Нам приходилось переделывать работу и отставать от графика еще сильнее. Мы должны взять эту сетку и поднять на стену, потому что рисунок не отражает то, что было на наброске. Набросок правильный. Это еще что? На стройку привезли материалы, и нам пришлось импровизировать с остальными перилами, которые являлись важной деталью облика ресторана. Перилы должны были быть высотой около метра, а они высотой полтора метра. Мы устанавливаем доску, на которой они будут стоять. Перилы будут выше, чем мы хотели, но у нас нет выбора. Но что расстраивает меня в этом здании больше всего, это то, что мои ребята говорят с дизайнером Элвисом и меняют планы, не обсудив со мной. Это большая ошибка. Пит, что я тебе говорил? Кто твой босс? Элвис или я? Ты. Больше его не слушай. Моя команда выполняет мои указания. Любые изменения должны исходить от меня. Но после пяти дней круглосуточной работы мы превратили этот пустой ангар в современный и динамичный итальянский ресторан, которым Доминик и семья Анфузо смогут гордиться. Невероятно. До После Боже До И после Я хочу поблагодарить Чарли Фроттинь и его команду за то, что эти ребята смогли сделать за четыре с половиной дня. Вы потрясающие. Пришло время посмотреть, как дела у Доминика и его семьи в новом ресторане. Доминик! Люди приходят с улицы, хотят посмотреть на наш ресторан. Хотят посмотреть, и им нравится наша еда, нравится атмосфера. Сам ресторан функционален? Он очень удобен. Все видно, хороший вид на все, что происходит вокруг. Трудно усадить людей за стол, потому что они ходят и говорят, «Боже, посмотрите на потолок, посмотрите на стены». Твоему отцу удается оставаться на кухне и не работать здесь? Мы стараемся. Работа в прогрессе, как и все. Мы стали спать гораздо лучше, зная, что отец управляет рестораном, а не бардаком на стройке. Мне нравится видеть улыбки на лицах брата и отца. Доминик, эта история тебя чему-то научила? Что ты думаешь, это будет? После всех ударов судьбы... ...верить в людей. Чарли спас Доминика. Спас нас всех. Чарли навсегда останется в наших сердцах. Мы никогда его не забудем. Я приготовил для тебя воскресный ужин. Пошли, уже предвкушаю. Приятно войти через парадную дверь и увидеть, как бурлит бизнес. Подают напитки, блюда, и когда я это вижу, мне приятно осознавать, что я помог этой семье сохранить их бизнес. Это настоящая паста для тебя. За короля Чарли. Моя жизнь полностью изменилась, и я так благодарен. Фратини ангел. Он наш ангел-хранитель и член семьи. Я хочу поднять тост за Аль-Ди-Ла. Пусть вам всегда сопутствует успех. Я хочу, чтобы у вас все получалось. Да хранит Бог тебя и твою семью. Давайте есть. Ты член нашей семьи. Спасибо. Я еду к Джеффу и Тришиан в бот-дивину. Винный магазин в Бруклине, которого могло не быть. Я проснулся посреди ночи с мыслью, что я делаю. Я вложил все, что у меня было. Джефф и Тришиан потратили все свои сбережения, тысячи долларов, на винный магазин своей мечты. Если Джефф откажется от своей мечты о магазине, это разобьет мне сердце. В этом буду виновата я. Непродуманная стройка, бесконечные ссоры и пропавшие сбережения чуть не уничтожили бизнес этой пары и их брак. Это безумие. Мы говорим только о магазине и деньгах. Они любят свой район в Бруклине и хотят, чтобы он процветал. Мы хотим, чтобы магазин был рядом, чтобы не уезжать. Мы пришли спасать эту пару от самих себя, потому что они верили в свое общество, а я поверил в них. Я приехал, чтобы построить для вас магазин за четыре дня. Не может быть. Боже! Давайте, начали! Я хочу слышать работу. Разберем тут все на части. Чарли! Да? Ты нужен Бимону. Частью изначального дизайна винного магазина был итальянский грот внизу, поэтому мы должны были сломать стену, чтобы туда добраться. Но Бимон нашел большую проблему, которая заставила нас изменить планы. Это не глупости. Если бы мы сломали стену, грот бы рухнул, и мы могли потерять всю заднюю часть здания. Открытие Бимона означало, что от плана нашего дизайнера Мари придется отказаться. К сожалению, от твоего грота остались лишь воспоминания. Но, поработав вместе, мы с Мари нашли решение, не подвергавшее риску все здание. Она построит грот, но это не будет тот грот, который может повредить здание. На третий день возникла большая проблема с бетоном. Что происходит? К тому же мы были не готовы. Включайте бетономешалку. Если она не заработает, придется либо покупать новую, либо кто-то будет мешать бетон сам. Следующую бочку. Следующую. Быстрее. После проблемы с бетоном, мы бежали на перегонки со временем, чтобы создать один из интереснейших интерьеров в Ботто-де-Вино. Мы заменили полы, поставили новые лестницы и стеклянные панели, которые почти удвоили размер магазина. Ребята, до прихода Джеффа и Тришан осталось лишь 30 минут. Нужно постараться, это была тяжелая работа. Мы идем в Ботто-де-Вино. Мы увидим наш магазин. За четыре дня жизнь этой пары изменилась навсегда. Я вошла в свой магазин и заплакала. Не знаю, как я выглядела, но, думаю, это отражало то, что происходило у меня в голове. Для нас никто и никогда не делал ничего подобного. Не знаю, что сказать. Это потрясающе. Я полностью очарована. Это потрясающе. Может, откроем магазин и позовем ваших друзей? Заходите, ребята. Мне нравится. Пора навестить Джеффа и Тришан и посмотреть, как у них идут дела. Привет, Ботто-де-Вино. Боже, привет. Вы приехали на тестирование. Как дела? Ваше тестирование? Где Джефф? Чарли. Как дела? Хорошо. Вы оба выглядите отлично. Было очень приятно увидеть, как в дверь входит Чарли. Можно попробовать? Конечно. Попробовали? Нет, я проглотил. Это и нужно глотать. Я попробовал, глотая. И как вкус? Хороший. Как у вина. Белое вино, это я знаю. Вы приходите сюда попробовать вино? Да. Как вы думаете, сюда многие будут приходить? Конечно. Мы так и хотели. Магазин изумителен. Что вы собираетесь тут сделать? Мы хотим посадить виноград, чтобы он вился по кирпичной стене. Чья это идея? Тришан подумал о винограде, и я сказал, что это отличная идея. Да. Отличная идея. Когда нужно принимать решение, мы с Джеффом научились идти на компромисс. И теперь мы принимаем решение совсем иначе. Каждую неделю у нас заканчиваются запасы, и нужно делать новые. И заказы явно растут. Когда мы открылись, дела шли очень хорошо. У нас около 200 посетителей в неделю. Это перемена в жизни к лучшему. Я хочу хорошего, сладкого белого вина. Хорошо. У вас есть? Да, конечно. Поможете мне выбрать? У меня есть отличное вино. Приятно войти в дом и увидеть, как люди дегустируют вино, и купить бутылочку, зная, что ты способствовал успеху этого бизнеса, и работа того стоила. Благодаря Чарли я узнала, что в этом мире есть люди, которые заботятся о других. Пока, ребята. Пока. Послушайте этот звук. Хороший звук. Надеюсь, вы слышите его каждый день. Да. Пока. Пока, ребята. Далее. Садитесь за стол. За удачу, Семьякин. Спасибо. Строительная помощь. Строительная помощь. Не секрет, что небольшие фирмы на Майн-стрит сильно страдают из-за состояния американской экономики. В этом году мы помогали владельцам фирм вылезти из долгов, в которые они попали по вине строителей. Теперь мы навещаем их, чтобы посмотреть, как изменилась их жизнь. Я еду в Академию Инвуд в Манхэттене, чтобы навестить Джо Брендера, хорошего парня, отличного тренера и человека, которого я не забуду. Бокс — это одно, но битвы на стройке с мерами безопасности, графиком и бюджетом могут нанести гораздо более сильный удар. Давай, мне все равно, заводи его, живо! В этом году было много битв, но чего еще ждать, если пытаешься перестроить здание за пять дней? Бимон! Не глупи! Давай вытаскиваем из машины. Он все время вдохновлял нас своим громким голосом. Некоторые считают меня крикливым. Я военный, который знает, чего хочет, и умеет делать невозможное. В армии это не называют криком, это называют агрессивным внушением. Тебе не о чем заняться? Больше не засыпай! Он не кричит, он командует. Чарли, почему этот потолок здесь? От одной стены до другой ничего не должно быть. Этот голос проникает в голову. Пит, что я тебе говорил? Никого не слушай. Думаю, у него низкий сахар в крови. Не принимай решения без меня. Ты снова все испортил. Почини это! Он любит кричать. Убери это! Опусти свет! Так он добивается от нас лучшей работы. Проверь электричество. Иди сюда. Я иду, чтобы с тобой подраться. Я ни с кем не дерусь. Бороться с друзьями – это одно. Но этот спортивный клуб боролся за свою жизнь. Академия Инвуд больше, чем спортзал. Это клуб, который построил Джо Брендер, уйдя из корпоративного мира, чтобы заниматься любимым делом и забирать подростков с улиц. Я решил заняться этим, потому что я люблю спорт и люблю детей. Его планы были хорошими, но Джо понятия не имел, как бороться с кошмарами стройки. Многие дети в беде, они всегда на улице. Этот спортзал для них. Если это не поможет, вероятно, мне придется закрыться. Но мы не собирались этого допускать. Бимон! Бимон, пошли! Черт! Я хочу слышать шум, Энтони! Не иди, как усталый! Чарли-маньяк! В середине первого дня мы обнаружили, что пол в Академии бокса даже хуже, чем мы думали. За четыре дня у меня нет времени, чтобы все заливать бетоном. Мы с Бимоном смогли найти выход, положив быстро твердяющие полы. Но мы все равно отстали от графика на 8 часов. Он совсем жидкий. Затвердев, он будет очень ровным. На четвертый день мы бились со временем, чтобы закончить работу в строк. Мы уже и так отстали от графика и ознакомились с самой важной частью этого здания, новым боксерским рингом, который был куда сложнее, чем мы думали. Тут приварены две балки по бокам и одна спереди. Мы успеем? Чтобы успеть, нам придется работать по ночам. Мы очень старались в последний день, чтобы закончить стройку. Остался один час, и все! Джо уже едет, чтобы занять спортзал. В результате мы отдали Джо абсолютно новую Академию бокса, чтобы он смог продолжить дела, и сосредоточиться на следующем поколении боксеров. Нет. Тут твои тренажеры. Ясно. И боксерский ринг. До. И после. Что думаешь о покрытии? Отлично. Отлично. Все в коленях. Ты не представляешь, как обрадуются дети. До. И после. Чарли потрясающий парень. То, что он для меня сделал, безумие. Это бомба. Джо. Джо Брендер. Узнаю этот голос. Привет, Чарли. Вижу, тут много людей. Это отлично. Думаю, много новых лиц. Сто процентов. Новые люди, новые интересы. Правда? Клиенты. Да. Как ты и обещал. Ты ведь этого хотел? Да. Приезд Чарли, как встреча со старым другом. Чарли помог мне воплотить мечты. Вижу у тебя в углу ящик. Хочешь его открыть? Я боюсь того, что там может быть. Давай это поднимем. Тут Деннис. Осторожно, вот так. Ты шутишь. Знаешь этого парня? Чарли, как ты добился, чтобы я так хорошо выглядел? Это было непросто, понадобилось много графики. Потрясающе. Кейси. Привет, Чарли. Как дела? Хорошо. Ты многих тренируешь? Да, сейчас непрерывно. Правда? Мы очень заняты. До Чарли у меня было лишь шестеро клиентов. Теперь Чарли сделал нам новый спортзал, и клиентов стало в два раза больше. Ринг очень большой. Там ты тоже тренируешь? После твоего отъезда я оставил там сувениры, пятна крови. Деннис, какая часть спортзала тебе нравится больше всего? Боксерский ринг, потому что он большой, и там можно двигаться и узнать о боксе гораздо больше. Это быстрый ринг или медленный? Быстрый, потому что ноги боксера не вязнут в покрытии. Можно двигаться быстрее. Спасибо, продолжай учиться, Сан-Джон. Педро, ты выиграешь в Колорадо, я в тебя верю. Дела у Джо идут отлично, он счастлив, у него большая клиентура, он работает по своему бизнес-плану. Джо движется в правильном направлении. Пообещай, что приедешь снова. Приеду обязательно. Я тебя выслежу. Ладно. Пока, ребята, продолжайте в том же духе. Пока. Этот год был очень благодатным. Мы спасли много людей, но не было работы более достойной, чем в Говард-Вич у Фрэнсис с карантина. И не только потому, что она находилась в столетнем здании, которое пережило потоп и пожар по соседству, а потому, что за четыре месяца до этого она потеряла мужа. Оказалось, что у него отек легких и инсульт, перекрывший мозговое кровообращение. Он умер в больнице через шесть дней. Мне его очень не хватает. Я думаю о нем почти каждую минуту. Несмотря на личную трагедию, Фрэнсис все равно была в центре с детьми и семьями, приходившими в ее детский центр. Мы приехали, чтобы перестроить весь центр. Боже! Я знаю, что Роб сейчас смотрит на меня и благодарю Бога за то, что это происходит. К вечеру первого дня мы нашли большую проблему с основанием здания, которое было одним из самых сложных объектов. Сидит на грязи. Боже! Главная опорная стена сидит на грязи. Все наружу. Выходите! Все выходите! Выходите! Нам пришлось вывезти всех из здания, потому что оно могло рухнуть. Ты хочешь сказать, что несущая стена стоит на грязи? Она не стоит ни на чем. Это ящик Пандоры. Мы имеем дело с кошмаром. Боже! Мне пришлось вызвать своего инженера, Лайма О'Ханлана, и, к счастью, мы нашли выход из этой опасной ситуации. Мы вырым ров вокруг всего здания, укрепим стены и сделаем новый фундамент, чтобы здание стало безопасным. Но эта непредвиденная проблема выбила нас из графика. Видишь вон там воду? Да, у нас проблема. Словно имевшихся проблем было мало. Мой водопроводчик нашел серьезную протечку в канализации центра, которую нужно было устранить первым делом. Эта труба отбросила нас на шесть часов. Нам пришлось выкапывать и менять трубу. График, график проблемы. У нас чуть не случилась катастрофа, когда блок упал на газопровод. Осторожно, газопровод! Нельзя быть такими беспечными, потому что от этого могут пострадать люди. Все эти проблемы слишком задержали нас, чтобы мы могли закончить вовремя. Я попросил свою команду задержаться на день, чтобы закончить работу. Вы согласны? Да. Над этим зданием мы работали дольше и усерднее, чем над другими. Но мы справились и предоставили Фрэнсис новый и безопасный детский центр, чтобы у детей еще на многие годы вперед было безопасное место для учебы. До и после. Все такое новое, чистое и крепкое. Не только хорошо выглядит, но и надежно сделано. Это потрясающе. Боже! Мне не терпится узнать, как дела у Фрэнсиса и детей. Привет, Чарли! Привет, идите сюда. Вот так. Над чем трудитесь? Прочитайте, Чарли, что здесь написано. Спасибо, Чарли. Да, тут так написано. Плакат с надписью «Спасибо, Чарли» для меня много значит. Такая признательность очень трогательная. Вам нравится новая школа? Да. Это то, что я хотел услышать. Когда дети впервые вошли в это здание, они были поражены, было много вздохов. Они не могли поверить, что это то же самое здание. Нам нравится новая школа. Ни трещин, ни запахов. Мне кажется, они стали лучше учиться. Теперь у нас есть большие красивые классы. Я рад, что дети могут учиться в безопасном здании, и им не о чем волноваться. Они могут просто учиться, а учителя просто учить. Как идут дела теперь, когда люди увидели новый центр? Нам увеличили на 25% финансирование программы одаренных детей и на 35% программы дополнительного обучения. Как отреагировали люди? Очень позитивно. Все очень хорошо. Тут хорошие соседи. В этом районе ко мне замечательно относятся. Я слышала забавные истории о тебе, о твоей команде и криках. Это не я. Я очень тихий. Я так и сказала. Я им не поверила. Я вижу в нем военного и строителя, но я также вижу в нем и заботливого человека. Что ты чувствуешь, когда приходишь сюда утром? Глубоко вдыхаю, потому что это почти нереально. Трудно даже представить, каким это здание было раньше. Но я счастлива. Мы счастливы, что мы здесь. А как дела у Фрэнсис? Как дела у самой Фрэнсис? Тяжело. Собираются знакомые, приходят с семьями, и мне тяжело встречаться с ними без него. Это тяжело. Ты по-прежнему с ним разговариваешь? Каждый день, постоянно. Утрата мужа была для Фрэнсис очень травматичной, и ей трудно научиться с этим мириться. Я счастлив, что смог избавить ее от одной из забот, той, что касалось здания детского центра. Теперь она может полностью сосредоточиться на выздоровлении. Рад, что вам нравится школа. Пока. Вас слишком много. Хватит, хватит. Далее. Это очень приятное чувство, что ты чего-то добился, что у тебя в жизни есть цель, и что ты помог людям, которые нуждались в помощи. Я горжусь работой, которую мы сделали. Никаких сомнений. А результат – это то, что останется со мной до конца жизни. Не знаю, как ты это сделал, но ты это сделал. До. После. Это то, что нам нужно. Мы хотим сеять любовь, помогать людям, и хотим, чтобы все крепко стояли на ногах. Строительная помощь. Строительная помощь. В этом году мы с моей командой помогли многим. Все началось здесь, в нижней части Манхэттена, в нескольких кварталах от Граунд Зеро в пабе Бларнистоун. Я возводил в Нью-Йорке небоскребы за миллионы долларов, но ничто не могло подготовить меня к испытаниям четырехдневных строек. Мы начали с района, который нуждался в нас больше всего, и закончили там, где все начиналось. Сказать, что братья Кин были шокированы, потеряв отца 11 сентября, значит, ничего не сказать. Мы ослабли на 50-60%. Здание становится все старше и старше, а у нас нет денег, чтобы вложить их в дело. Когда я вчера работал, в бар пришли шесть женщин. Я был очень вежлив, но они ушли. Они сказали, что бар не в их вкусе. Мои ребята идут сюда, чтобы разорвать этот бар на части. Спасибо, Чарли. Мы давно хотим заняться ремонтом. Я вижу по этой изоленте. У нас проблемы с санитарной службой. Им ни до чего не делать. Зато есть дело клиентам. На плечах у этих парней лежит груз всего мира. Они могут потерять семейный бизнес, наследство, которое оставил им отец. Что вы почувствуете, если потеряете бар? Это будет ужасно. После атаки на башне Близнецы Нижний Манхэттен превратился в город-призрак. И у этих ребят нет денег, чтобы отремонтировать и спасти Бларни Стоун. 11 сентября они участвовали в спасательных работах, поэтому мы решили им помочь. Так, давай еще. Молодец. Молодец, Тедди, давай. Чарли настоящий босс, который справится с работой. Чарли, этот бар хуже, чем я думал. Он в ужасном состоянии. Посмотри. Это термиты. Здание ничего не стоит. Если я попытаюсь перестроить бар, как хочет дизайнер, он рухнет на меня. Я должен его полностью перестроить, и это будет стоить времени и денег. Меня беспокоит, что придется переделывать все. Тут есть электрические провода, которые идут через здание. Я могу убрать старые и поставить новые. Чарли принес плохую новость. Когда он снял панель и увидел, что внутри, мой план потерял всякий смысл. Если проложить здесь кабель, это будет главный провод. Так. Если мы уберем половину, и если оставим хотя бы треть, напряжение будет таким же, если не лучше. Она может даже больше. Хорошо. По этой схеме. Проблема в том, что ничего не высыхает. Тут очень влажно. Тут холодно и сыро от дождя, который был прошлой ночью и утром. Мы включили обогреватели. Работает осушитель воздуха. Тут работы на неделю. А он дал нам один день, а потом согласился на полтора. Это приказ Чарли. Нам нужен хороший обогреватель. К счастью, обогреватели и осушители работали. И Питт со своей командой старался закончить вовремя, чтобы мы смогли вернуть бар семье Кинов. Миссис Кин, Элизабет, идите сюда. Добро пожаловать в новый Бларнистоун. Кто хозяин этого заведения? Вы, что скажешь? Красиво. Невероятно. Мы не только сделали ремонт, но и повесили новую вывеску. Что скажешь, мама? Папа гордил себя. Он сейчас здесь. Конечно, он здесь. Боже. Боже. Господи. Боже. Тут так красиво. Новый банкетный зал. Вам нравится паровой стол, который мы поставили? Я знаю, что отец был бы рад. Старый стол я обматывал и скотчем. Я знаю. Я не мечтал, что бар будет так выглядеть. Придется поверить, что это мой второй шанс. До и после. Бларнистоун, я вернулся. Чарли. Кто это? Чарли пришел с молотком. Меня это пугает. Я нервничаю. Может, он хочет сломать еще одну стену. Вижу, у вас не пустой бар? Сидят люди. Самые разные. Строители, богачи с Уолл-стрит, местные жители. Теперь у нас хорошая клиентура. Молодая. Они смотрят на игры. Это современное увлечение. Спасибо за все. Бизнес наладился. И мальчики так счастливы. И все это благодаря Чарли и его людям. Ребята, это моя любимая стройка. Из-за парового стола, который вы обматывали изолентой. Когда ты пришел в нашем пабе, в любое время суток оставалась еда. А теперь, после твоих перестроек, у нас много клиентов, и еда не остается. Семьи из Бостона, семьи из Филадельфии. Они приходят в наш бар, когда приезжают, потому что видели шоу. Что это значит для вашей семьи? С нас упала большая тяжесть. Это на нас очень давило. Мы не знали, где взять деньги на оплату счетов. А теперь в кассе есть деньги. И отца бы это порадовало. Мы можем оплатить счета и не думать о них. Помнишь, как пользовался этим? Конечно. Тедди, ты им тоже ударил? Да. Давайте освежим в памяти. Давай, Тедди. Встань в углу и размахнись. Я боялся, что молоток отскочит и ударит тебе по голове. Давай, Джо. Молодец. У тебя кружится голова? Винди, Джо. Да. Мы с Джо, размахивающий молотками, не самое приятное зрелище. Посмотрев на рабочих Чарли, я понял, что я смешон. Как вам новый бар? Он просторнее? Удобнее? Удобнее в сто раз. Раньше было не продумано, за бутылкой нужно было идти несколько метров. Теперь бармену достаточно развернуться и взять бутылку. Этот маленький удобный бар может обслужить в 10 раз больше клиентов. Он мне не нужен. Я думал, что он может понадобиться, если вы делаете что-то не то, но вы все делаете правильно. Что, если мы попросим написать автограф и повесим молоток на стену? Зайдешь снова, и если захочешь, сможешь ему дарить. Пусть он будет здесь. Чарли дал нам молоток с автографом. Я хочу повесить его на стену, как и фотографию отца. Я хочу помнить Чарли и то, что он сделал для моей семьи, моего бизнеса и нашего района. Спасибо, Чарли. Спасибо, ребята. Джо и Тедди будут управлять рестораном правильно, так, чтобы их отец мог ими гордиться. Чарли, пока ты не ушел, я должен сказать одну вещь. Это любимые слова моего отца. Когда он приходил в бар и видел, что тут полно людей, он звал барменов и говорил, накрывайте стол. Это означало угостить и всех выпивкой. Дэйв, Мэтт, накрывайте стол. Когда я пришел в Бларни Стоун впервые, тут было 4 клиента. Теперь тут много людей едят, пьют, отдыхают. Это именно то, о чем мечтали Джо и Тедди. За удачу, семьякин. Спасибо. Из-за Бларни Стоун. В этом году команда с помощью замечательных организаций, подрядчиков и рабочих смогла помочь не только разоряющимся фирмам, но и людям, чья жизнь зависит от них. Я понял, что если за тобой группа замечательных людей, то возможно все. Боже. Я хочу помогать. Это очень приятное чувство, что ты чего-то добился, что у тебя в жизни есть цель, и что ты помог людям, которые нуждались в помощи. Боже. Боже. Прошлый год был годом тяжелых строек, каждая из которых длилась 4 дня. И это самое сумасшедшее, что я когда-либо делал. Нет. 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 Боже. Он здесь. До. И после. Теперь ресторан более уютный. До. И после. Замечательно. Я горжусь тем, что мы здесь делали. Для меня это очень важно. Поглядите. Это то, что останется со мной до конца жизни. Не знаю, как тебе это удалось, Чарли. Просто не знаю. Это то, что нам нужно. Мы хотим сеять любовь, помогать людям. И хотим, чтобы все крепко стояли на ногах. Это зал для ужинов. Вы говорили, что хотите ощущения старого итальянского ресторана. Ты сделал гораздо больше. Тут так уютно и тепло. Я хочу сказать спасибо Чарли Фроттинь и его команде. То, что эти ребята сделали за 4,5 дня, это потрясающе. Ты потрясающий.